И снова здравствуйте! В этом уроке мы с вами обратим наше внимание на хелперы. Это такие методы-помощники, которые еще больше упростят нашу с вами деятельность по обработке событий с помощью фреймворка jQuery. Итак, начнем мы рассмотрение методов с хелперов-коннекторов. В данной таблице вы видите их в левом столбце. Их достаточно много, каждый мы рассматривать отдельно не будем, в этом попросту нет смысла. Я просто расскажу, как они работают и зачем они нужны. Итак, все данные хелперы это младшие братья метода bind. Они также связывают обработчик function, в общем название функции, которое вы передаете в данные методы, как параметр, с событием, одноименным названием соответствующего метода. То есть, для того, чтобы связать обработчик fn в нашем с вами теперешнем случае с каким-либо набором событий, мы вызовем для данного набора вот такой вот метод. Например, если хотим связать этот обработчик с событием click. Почему младшие братья? Потому что, как вы уже заметили, здесь нет параметра data. То есть, мы не можем передавать в обработчик какую-либо дополнительную информацию. Теперь рассмотрим хелперы-триггеры. Если вы знаете английский, то наверняка уже догадались, что делают данные методы. Trigger переводится как спусковой механизм. Следовательно, данные методы применяются для того, чтобы сгенерировать одноименное событие. Другими словами, чтобы сгенерировать событие click и вызвать все обработчики этого события, для какого-то набора элементов мы вызовем метод click без передачи каких-либо ему параметров. Данные методы также являются младшими братьями, однако на этот раз уже метода trigger. Его мы с вами рассмотрим в следующем уроке. А сейчас рассмотрим с вами интерактивные хелперы. Их не так много, всего два. Начнем мы с вами с метода hover. Он принимает в качестве параметров два имени функций. Соответственно, метод function.over будет вызываться, когда курсор вашей мыши будет наведен на объект из набора, к которому применен метод hover. А метод function.out будет вызван, когда курсор будет выведен за границы данного объекта. И еще один метод, метод toggle, также является одним из практически незаменимых инструментов. Почему? Потому что обрабатывает ситуации, которые достаточно часто случаются. В общем, когда пользователь постоянно кликает на какой-то один объект. Что будет происходить? Он будет поочередно вызывать методы, которые переданы ему в качестве параметров. Один за одним. Если вы передали три метода, а пользователь кликнул пять раз, то, соответственно, сначала он вызовет 1, 2, 3 и потом снова 1 и 2. Сейчас мы с вами взглянем на код и посмотрим, как все это работает. Открываем документ helper.start. Здесь мы видим уже знакомую конструкцию кода, то есть обработчик клик-хендла привязан к событию клик на каждом из параграфов нашего документа. Также есть одна пустая функция div-клик-хендла. Впоследствии мы будем ее использовать для перехвата кликов на нашем с вами div. Если вы забыли, как это все работает в браузере, давайте переключимся и посмотрим. По клику на определенном параграфе он меняет стиль. Идем снова в Dreamweaver. Теперь попробуем сделать то же самое, связать событие с нужным обработчиком, только используя helper. Копируем строчку. Предыдущую я оставил специально для наглядности. Как вы видите, все это стало еще короче. Вызываем соответствующий helper, передаем в него имя функции как параметр. Сохраняем документ, идем в браузер, обновляемся. И мы видим, что обработчик продолжает работать как нужно. Теперь давайте попробуем сгенерировать данное событие. Что мы для этого сделаем? Мы с вами для начала свяжем обработчик div-клик-хендла с кликом на нашем с вами элементе с id.div-блок. Вот. А внутри него сгенерируем событие клик для всех параграфов на нашей с вами страничке. То есть теперь при клике по div-у будет сгенерировано событие клика на каждом из параграфов. Сохраняем документ, идем в браузер смотреть, что получилось. Обновляем страничку, кликаем по div-у и наблюдаем эффект того, что как будто бы мы кликнули сразу на трех параграфах. При этом по отдельности также все продолжает работать. Идем снова в Dreamweaver и теперь попробуем поработать с интерактивными хелперами. Давайте сделаем вот что. Скопируем функцию клик-хендла. Только назовем одну из них теперь first. Клик-хендла и вторую second клик-хендла для того, чтобы их развлечать. Вот. Что здесь будем делать? Здесь теперь будем делать следующее. Будем изменять цвет фона элемента путем применения метода CSS, который был рассмотрен нами ранее. Свойство backgroundColor. Что-то я ерунду написал. BackgroundColor устанавливаем. Одно из значений у нас будет такой оранжевенький цвет. И во втором методе Цвет будет немного другой. Желтый, как мы наблюдали и ранее. Так. Теперь делаем вот что. Данную строчку комментируем. И ко всем нашим параграфам применяем метод toggle и передаем в него имена наших с вами обработчиков. Первый и второй. Сохраняем документ. Идем в браузер смотреть, что получилось. Обновляем страничку. Кликаем один раз оранжевый цвет, второй раз желтый. И вот так вот можем играться со стилевым оформлением наших элементов. Вот. Теперь давайте попробуем сделать то же самое, только с применением метода хава. Вернее, не то же самое, а браузер будет реагировать не на клики, а на наведение курсора на один из элементов. Сохраняем документ. Снова идем в браузер, обновляем страничку и что видим, да? Мы проводим курсором по элементам, они меняют стили. Вот. То есть, как только мы вводим курсор оранжевый цвет получается, да? Как только выводим курсор за границей данного элемента, стиль меняется на желтый. Данный урок на этом подошел к концу, а в следующем мы с вами рассмотрим утилитарные функции для работы с событиями. Продолжение следует... Продолжение следует...